Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня я расскажу, как ухаживать за полостью рта пациентам с брекетами. Пациенты, которые носят брекеты, должны очень ответственно подходить к уходу за зубами и деснами, поскольку наличие брекетов повышает риск возникновения кариеса и воспалительных заболеваний десен. Каким образом можно снизить эти риски, я сегодня расскажу на примере продукции LINE японской фирмы, которая представлена в нашем интернет-магазине. Сначала поговорим о зубных пастах. Обязательно нужно использовать зубные пасты с фтором, поскольку фтор делает нашу эмаль крепче и устойчивее к воздействию кислот кариесогенных микроорганизмов. Все зубные пасты фирмы LINE содержат фтор и по своему назначению они подразделяются на профилактические, отбеливающие и противовоспалительные. Чаще всего пациентам с брекетами мы рекомендуем использовать вот такую зубную пасту клиника. Ее состав входит фторит натрия, фермент декстраназа, который расщепляет зубной налет и специальный налет разрушающий агент, который фрагментирует зубной налет и делает его легко счищаемым. Тем пациентам, у которых мы наблюдаем быстрое образование зубного камня, мы рекомендуем использовать вот такую зубную пасту NONIO. Она содержит гранул с специальным абразивным очищающим компонентом полифосфатом натрия. Тем пациентам, у которых мы наблюдаем выраженное воспаление десен, мы рекомендуем вот такую зубную пасту. Система X. В состав ее входит антисептик. Теперь поговорим о зубных щетках. Пациентам с брекетами нужно использовать мануальные либо ультразвуковые зубные щетки с небольшой рабочей частью, как вот у этой щетки, например. Такая маленькая головка делает ее более маневренной и позволяет эффективно очищать дальние зубы и труднодоступные участки зубов. Электрическими зубными щетками пациентам с брекетами пользоваться не рекомендуется. Помимо основных средств гигиены, таких как зубная паста и зубная щетка, обязательно нужно пользоваться зубной нитью и ополаскивателями. Мы рекомендуем использовать зубную нить Клиника. Эта нить изготовлена из нейлона и покрыта воском. Ее основной особенностью является то, что при контакте со слюной эта нить набухает, увеличивается в объеме и становится мягкой. Благодаря этому эта нить очень эффективно очищает межзубной промежуток без травматизации десны. Теперь расскажу несколько слов об ополаскивателях. Ополаскиватели нужно использовать после каждой чистки зубов и после приемов пищи. Для чего они нам нужны? Ополаскиватели позволяют снизить скорость образования зубного налета. Пациентам с брекетами в первую очередь мы рекомендуем использовать ополаскиватели из серии Make a New Habit. Например, вот такой фиолетовый ополаскиватели содержит спирт и содержит антисептик саниол, который получают из эфирных масел растений. Такой ополаскиватель мы назначаем пациентам с выраженными воспалительными явлениями в деснах. В этой серии также есть ополаскиватель с более мягким действием. Он не содержит спирт и основными действующими компонентами его являются фермент декстраназа и антисептик. Также могу порекомендовать использовать вот такой вот ополаскиватель из серии клиника. Основным действующим веществом его является фермент декстраназа, который расщепляет зубной налет и снижает скорость его образования. И еще одна серия ополаскивателей Nonio. Основным действующим веществом таких ополаскивателей является антисептик. Все товары, о которых я говорил в этом видео, можно приобрести в нашем интернет-магазине или же непосредственно в нашей клинике. Все товары сертифицированы и в их эффективности мы убедились на собственной практике. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще очень много интересных видео. До свидания!